Иешуа у Мелеха Млахим, Иешуа у Адона Адоним, Иешуа у Мелеха Кавод, Иешуа у Мелех Каводра, Иешуа у Мелех Исраэль, Иешуа у Мелеха Оля. Давайте возьмем Слово Божие вместе. Скажите вместе со мной, у меня есть Слово Божье? И сегодня я буду изучать его. Изменюсь. Оно обновит мой разум. И я буду ходить с Богом по этой земле. В вере, надежде и любви. Иисус Христос. Есть Слово живого Бога. Которое стало плотью и кровью. И все, что я буду изучать сегодня, станет плотью в моей жизни. И я принесу множество плода и великую славу Богу во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте откроем Бытие, 12 главу. И как бы мне назвать эту проповедь или это учение? Я буду говорить о нескольких вещах. Я буду говорить за видение и за твою личную жертву. Видение и твоя личная жертва. Давайте откроем 12 главу Бытия. Первый из три стиха. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословлятся в тебе все племена земные. Я хочу, чтобы вы услышали одну вещь за жизнь Авраама. Авраам, он вышел со своим отцом для того, чтобы идти. Давайте посмотрим до этого 11 главу. Смотрите. 31 стих. Авраам был уже благословен. Услышьте меня, я верю, что с вами что-то произойдет сегодня. Авраам уже был благословен там. Я имею в виду земное благословение. Он ни в чем не нуждался. У него были рабы, люди, которые служили, бизнес большой. Он вышел с отцом, но почему-то отец не дошел до земли ханаанской. И остановился и умер именно в Харане. Харан на иврите это плохое слово. И слушайте, я у Господа спросил, что это такое Господь? Почему он умер? И Господь мне сказал. Теперь слушайте внимательно. Если старое не умрет в твоей жизни, то новое не восстанет. Еще раз. Господь мне сказал. Если бы Фара остался жить, он бы мешал Аврааму увидеть то, что Бог ему показывает. Некоторые старые вещи в нашей жизни, мы настолько увлечены прошлым. Слушайте внимательно. Мы настолько увлечены прошлым, то, что с нами происходило, как с нами происходило, когда с нами происходило и так далее и тому подобное, что мы на самом деле сидим в Харане. Там в Харане нам нужно разобраться с некоторыми вещами. Во-первых, нам нужно сказать старому, бай-бай. Это очень важно. Во-вторых, нам надо услышать Бога, который говорит, вставай и иди. Тебе будет трудно слышать Бога, если ты уповаешь на прошлое, на старое, если ты размышляешь о прошлом, о старом, если ты ходишь в печали, о прошлом, о старом, если это все держит твою душу, если это держит твои эмоции, чувства, твою жизнь, если ты увлечен этим, тебе будет сложно слышать Бога. И ты будешь оставаться в Харане. Хотя, слушайте, хотя это не Божья воля для нас. Бог говорит, вставай и иди. Здесь Он не говорит Аврааму, куда идти. Вот это очень важно. Можно сказать, что Авраам уже, ну, понял, куда идти, потому что его папа туда шел. Нет. Бог ему говорит, вставай, иди, живи по вере. Теперь слушайте внимательно. Бог мне показал, что Авраам до того, как он встал и пошел, Авраам видел, куда он идет. Если ты в духе не видишь, куда ты идешь, ты никуда не идешь. Видение – это мечта. Человек, живущий без мечты, он заживо умер. Вы слышите, о чем я говорю? Видение – это мечта от Бога. Нам важно каждому из нас мечтать, потому что мечтать не просто не вредно, это полезно. Когда приходит мечта от Бога, это полезно мечтать. Но не мечтать о себе, а мечтать о том, что Бог показывает тебе. Слушайте дальше. Важно иметь свое видение личное, то, что Бог показывает тебе, куда ты идешь, по направлению, к какому ты движешься, куда тебя Бог направляет, по отношению к твоей семье. И также важно быть в церкви, в которой есть видение. Церковь, в которой не имеет видения, она мертвая сама по себе. Мертвая. Мне Бог сказал, что в церкви должны прекратиться все эти игрушки, игры в церковь. В церковь пришли поиграть. Видение. Люди говорят, мы хотим пробуждения. Мы хотим пробуждения. Мы хотим... И знаете, люди мечтают, вот они до сих пор живут в 90-х годах. Мы хотим... И вот там они живут. Там так было классно. И они до сих пор там живут. А Господь мне говорит, Орен, я не хочу этого пробуждения. Разового. Пу! И все застыло. Слушайте, я вам говорю серьезно. Господь говорит, я хочу поднимать жизни людей. Я хочу, чтобы люди лично знали меня. Такое помазание здесь. Я хочу, чтобы человек лично знал меня. Я хочу, чтобы каждый приходящий в церковь, он имел видение от Бога. Он имел мечту от Бога. Он знал меня лично. И не просто я хочу какое-то пробуждение, исцеление. Я исцеляю народ, сказал мне Господь. Я благословляю народ. Это все классно. Мне нравится, когда церкви большие, тысячные. Это важно. Это важно. Это важно. Да. Но есть первостепенной важности вещи. Бог хочет, чтобы мы переходили из веры в веру. Из силы в силу. Из славы в славу. Вот это настоящее пробуждение. Бог хочет, чтобы твое сердце горело в пробуждении. Или пробуждением каждый день. Скажи мне, какое у тебя видение. Я скажу, какое у тебя будущее. Видение возвещает нам о будущем. Видение говорит нам сейчас, что произойдет потом. Без видения человек просто так проводит свою жизнь. Просто так он проводит дни своей жизни на этой земле. Он не знает, откуда он и шел и куда он идет. Поэтому, братья и сестры, Бог не просто так говорит нам свое слово. Как приходит видение? Как двигается Бог? Бог двигается через свое слово. И Бог открывает нам видение своим словом. Бог что-то сказал Аврааму. Но перед тем, как он сказал ему, он вложил это в его сердце. Поэтому как важно быть с открытыми сердцами перед Богом. Перед друг другом. Потому что Бог может нам говорить через кого-то. Субтитры создавал DimaTorzok